Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что такое любить себя, в чем это проявляется и как научиться любить себя, оставшись в одной 40 лет с двумя детьми на руках. Научите, расскажите, пожалуйста, как это делать, что для этого нужно делать и с чего начать. Ну что, очень довольно хороший вы задаете вопрос, вот, и ответ на него будет, пожалуй, таким же, я постараюсь сделать его комплексным, чтобы вам было действительно понятно, какова проблема. Если говорить о том, с чего начать, то начать нужно исключительно с того, что вы в себе не принимаете. Это первый и самый важный момент. Посмотреть на то, что вы в себе не принимаете, вот, заметить то, что вы в себе не принимаете, вот. Вот, и встать на путь принятия, вот. То есть, отход от оценок некоторых, отход от каких-то категорических, стереотипных, шаблонных способов отношения к себе. И переход к, в общем-то, фактам. То есть, вот во мне есть то или иное. Да? Ну, та или иная черта. Например, эмоциональность, допустим. Допустим, у вас есть эмоциональность. Что я хочу с этим делать? Что такое моя эмоциональность? Как я к ней отношусь? Как я ее выражаю? Как я ее проявляю? И так далее. Вот это первый такой, я бы сказал, шаг. Второй момент. И это признаться себе, в первую очередь, в том, что вам нравится. Признаться себе, в том, что вам хочется. Признаться себе, в том, что вам не нравится и чего вам не хочется. Это следующий шаг. Я не скажу, что это будет легко. Потому что это идет в разрез. Скорее всего, это идет в разрез. С тем, что вы про себя думали. Всегда. И это идет в разрез. С тем, как вы себя позиционировали. Я имею ввиду другим людям. Вашему, может быть, бывшему мужу. Как я понял, ваши отношения завершились. И так далее. То есть, самое сложное здесь, не уйти в защиту. Психологическую. Для того, чтобы остаться вот в этом состоянии. Обратите внимание, что вы пишете, как научиться любить себя, оставшись в одной из двумя детьми на руках. Понимаете? В этой фразе уже кроется ошибка. Раз вы с двумя детьми, значит, вы не одна. Не одна, как минимум. Вы без мужчины, может быть. Да. Но вы не одна. О чем говорит нам, то, что вы позиционируете себя? Как? Одну? В рамках того, что вы остались без мужчин. А это нам говорит о том, что вы не видите себя без мужчин. Нам это говорит о том, что вы не верите в себя без мужчин. нам это говорит о том что вы боитесь не справиться без мужчины вот о чем нам это говорит почему так как так получилось получилось хороший вопрос хорош с этого нужно нужно тоже начинать как вы относитесь к его мужчине как позиционируете себя ему как позиционируете себя с ним тоже все это очень очень важно вот дальше мне показалось хотя я могу ошибаться но мне показалось что вы как будто бы не живете для себя то есть вы как будто бы вообще не привыкли жить для себя а вы привыкли жить для кого-то да но не для себя соответственно давайте посмотрим как так получилось опять что вы не привыкли жить для себя как так получилось что вы привыкли жить для кого-то означает ли это что самой по себе без кого-то вы себе не как будто бы нет смысла жизни то есть вы его грубо говоря не видите если это опять же так то с этим нужно работать потому что это в данном случае большая проблема что у вас нет по сути своих целей у вас нет своих жизненных задач у вас нет своих ориентиров а ориентиры вам определяют другие люди ну вот в частности дети в частности муж и тогда вот проблем или конечно потому что вы таким образом становитесь зависимым вот и это зависимость дает по итогу чувство одиночества которое вы испытываете вы испытываете да если вы внимательно посмотрите на чувство одиночества твое ну вообще вот как бы что оно из себя представляет да то есть как вы понимаете что что вы одна как вы понимаете что вы одиноки как вы это понимаете вот тоже будет очень интересно то есть здесь рекомендация может быть следующая не бороться не бороться с этим чувством одиночества не пытаться его избежать что он ну что называется вот а напротив посмотреть его изучить его дать ему возможность как то вот развиваться развиваться я имею ввиду ну развиваться в вас вот это и будет тем если хотите путем путем который выведет выведет вас из этого состояния вот да ну из состояния такого вот нега негативного негативного из негативного из негатива из негативного из негативного состояния вот понимаете да очень важно чтобы вы на это также обратили свое внимание дальше отношение к детям отношения к детям как вы относитесь к своим детям ну в принципе как вы к ним относитесь как вы видите своих детей вот что они для вас если угодно Это значит, как вы их воспринимаете, не жертвуете ли вы собой, ради них, для них и так далее. Потому что если жертвуете, то понятное дело, что на вас саму времени не остается. Посмотрите еще на такой момент, как у вас обстоят дела с личным пространством. Если оно у вас как проявляется, как выглядит, как не относятся с другими людьми. Это все тоже очень важная штука. Потому что одиночество возникает в том числе и тогда, когда человек как бы привыкает к тому, что в его личном пространстве все время кто-то находится. Вначале, когда-то давно. Человеку это может не нравиться. Вначале. Вначале, когда-то, когда-то давно. Но потом человек мог вполне спокойно к этому привыкнуть и подумать, что ну а по-другому не бывает. 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 В руковые. Отвыкли. От этого. Вот. И соответственно в этих направлениях, в чем нужно работать. В чем здесь проблема? Проблема в том, что вы будете защищаться. Вот в чем проблема. Проблема в том, что вы будете делать скорее всего все для того, чтобы оставить свое текущее положение. Вот. Даже если вам оно не нравится. Даже если вас это не устраивает. Вы будете все равно стараться оставаться. Почему? Потому что страшно. Потому что нет уверенности. Потому что присутствует обязательный в таких случаях страх ошибки. Вот. И это правда. Вы будете ошибаться. Это нормально. Вот. Посмотрите на своих детей. Что вы позволяете своим детям, а что нет. Что вы запрещаете своим детям, а что одобраете. Попробуйте. Попробуйте на это тоже обратить свое внимание. Но я уверен, что много чего интересного вы заметите. Если это ваше соображение. Посмотрите на детей и на то, как они себя ведут, как решают проблемы, как общаются, как разговаривают, как выражают и выражают ли вообще свои чувства. Вот. На самом деле это очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Очень интересно за этим наблюдать. И если только вы опять же себе это позволяет. По сути можно говорить о том, что вы сделали своим миром других людей. Вот. И забыли, что в первую очередь в ваш мир, что вы сами. Вы об этом забыли. Вы забыли обращать внимание на свои чувства. Вы забыли обращать внимание на свои желания, на свои эмоции, на свои потребности, на то, что вам, например, не по душе. Или наоборот, на то, что вам в будущем про фетру вы забыли. И когда случилось, когда случилось так, что человек выбрал с вами не быть больше, я имею ввиду ваш муж. Вы как бы просто оказались не способны жить в гармонии с собой. Вот. Ну, довольно часто, хотя и очень неприятно, пожалуй, сразу. Вот. Тем не менее, это совершенно не означает, что с ней ничего нельзя сделать. Вот. В следующий момент. Следующий. 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 А вы пишете о том, скорее всего, что своим мужам вы думали. Вы, конечно, прямо об этом не заявляете, прямо об этом вы не говорите, но можно сделать, так скажем, такое предположение. Положенно. Вот. Его можно сделать. Соответственно. Соответственно. Развод. Это травма. психологическая. Это, вот, буквально. Буквально это психологическая травма. Поэтому. Ваша задача заключается в том, чтобы с этой травмой поработать. Просить ее. Увидеть для себя что-то в этом. Но главное, конечно, это освобождение от боли. Которые. Которые. Вас оболевают. Может быть. Боль. Обиды. Вот. Страх. И так далее. Вот. Все это. Нужно. Тоже вам. Помочь. Просить. Да. Что важно. Что. Самостоятельно. Человек. Вряд ли. Способен. Э. Всю эту задачу выбрал. Самостоятельно. Самостоятельно. Человек будет. Как я уже сказал. Удерживаться. В определенном состоянии. И бояться. Из этого состояния. Выйти. Потому что. Там. В этом состоянии. Буквально. Страшно. Там. Буквально. Некомфортно. Там. Буквально. Буквально. Непривычно. И. Вы будете стремиться. Этого. Избежать. Естественным образом. Поэтому. Именно. Поэтому. Поэтому. Вам нужен. Психолог. Который будет работать. Тот. Который поможет. Вам все это пройти. Вот. Потому что. Потому что. А. Как бы. Было неприятно. То. Что я скажу. Тот. Очевидно. Что. Вы здесь. Сталкиваетесь. Ещё. Ещё. И. С кризисом. Среднего возраста. Кризис 40 лет. Что ж. Необходимо спрашивать. Пройти. Что ж. Необходимо. Для себя. Увидеть. А. Какие-то вещи. Тот. Необходимо. А. Пере. Ну. Перестроиться. Немножко. Адаптироваться. Если хотите. Вот. И. Тот. Что. Необходимо. Необходимо. Сделать. Без этого. А. Вы. Будете. Использовать. Похожи. Те же самые. Принципы. Модели. Принципы. Перестроиться. Вот. В. 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 как мне кажется. Рекомендации? Я бы предложил спросить себя следующее. В своей жизни, что я делаю? Как я делаю? Из кем? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. На самом деле это довольно интересно, если вы уделите этому достаточное количество своего внимания, то вы можете пересмотреть. На самом деле много из того, что вы делали. Много из тех вещей, которыми вы занимались. Но вы это сможете сделать. В этом нет чего-то сложного, в этом нет чего-то слишком тяжелого. Самое тяжелое это не бороться с механизмом защиты, который у вас будет появляться само собой. Вот как-то я думаю, так можно вам на это ответить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Очень важен, помимо прочего, еще и личностный рост словек. То есть важно двигаться в сторону зрелости, в сторону осознавания ответственности за свои ценности. Настоящие ценности, а не те ценности, которые вам, например, могли навязывать в той или иной степени. Вот. И так далее. Это позволит вам устойчивее стоять на ногах. Работа с чувствами очень важна. Человек, который чувствует себя одиноким, да? Не отдавая себя черту в том, что одиночество-то чувствовать на самом деле не так, ну, нельзя. Одиночество-то чувствовать. Одиночество-то не чувство. Одиночество-то мысль. А чувства-то, вообще говоря, совсем-совсем-совсем другие. Вот. Думаю, тут тоже такой довольно-таки получается деликатный момент, на который, опять же, стоит обратить ваше внимание. Ну и последнее, 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 пожалуй, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на выгоду. На выгоду. Вот. Какая может быть вам выгода из вашего текущего состояния? Что вы получаете? Что вы можете получать? Если хотите. От того, что вы сейчас находитесь в этом состоянии. Одну выгоду вы уже получили, вы обратились к психологу за помощью. Вот. Тоже выгода. Рассказать о своей проблеме. И нет, это совершенно неплохо, то, что вы делаете. Совершенно неплохо. Совершенно ничего плохого в этом нет. Но выгода. Но выгода. Ведь нужно понимать, что если бы не ваша ситуация, если бы не она, то, вероятно, вы бы никогда бы и не обратились к нам. За помощь. И только эта ситуация смотивировала вас на то, чтобы попросить помощь. Значит, выгода, как минимум, в том, что вы обратились за помощь, уже есть. Но есть еще. Вам нужно это увидеть. Признание собственных выгод. Или собственных выгод, если хотите. Это первый шаг в сторону разрушения привычного образа. Себя. Далее, если бы сейчас вам предложили или сказать, если бы представить, что у вас нет той проблемы, которую вы чувствуете. Вот если предположить, что эта проблема не существует. То вы, например, не чувствуете себя одной. Как бы вы жили тогда? Тогда. Как бы вы тогда себя ввели? На что бы вы тогда тратили свое время? Как бы вы им свое время воспользовались? Что бы вы в таком случае делали? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Продолжение следует... Продолжение следует...